Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Формула права». Сегодняшняя наша тема — женский адвокат. В гостях у нас Александр Селютин, адвокат, управляющий партнер компании «Селютин и партнеры». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, так вот заинтересовало само название, потому что сталкиваюсь с ним впервые. За эфиром вы мне рассказали, что, в принципе, не один я интересуюсь такой темой. Женский адвокат. Что же это такое? Есть какие-то различия? Женский, мужской адвокат, детский адвокат. Объясните чуть-чуть. Дело в том, что, вы знаете, как мужской адвокат, наверное, любой и каждый адвокат, который практикует право. И все нацелены именно на мужчин. Почему? Мужчины более успешны, мужчины зарабатывают, у мужчин деньги и так далее, и тому подобное. И вся юридическая братья, она вот нацелена именно на мужское население. Как же граждане, женщины, мужчины равны в правах? Граждане равны как по конституции, а на деле-то у нас получается так, что мужская часть, по крайней мере, в нашей стране, она гораздо сильнее, чем женская. И это касается различных сфер жизни. И, может быть, и в семье, и в доме зачастую мужчина главнее, и на работе он достигает больших высот, и бизнес он строит гораздо больше, зачастую, правда, чем женщины. Поэтому и все юристы, они вот спят и видят, где бы взять богатого мужчину, чтобы его защищать и представлять его интересы. И вся вот аудитория юридическая, она именно нацелена на бизнесменов, а не бизнесвуменов. А вы, значит, на бизнесвуменов. Я бы сказал, что не на бизнесвуменов, я бы вообще на вуменов, если это звучит вообще для российского как-то слуха. То есть на женщин. Почему? Потому что женщина зачастую остается, ну, не то чтобы у разбитого корыта, а вот с оголенным, наверное, каким-то таким вот незащищенным. Ну, понятно, да. То есть у мужчин больше денег. Да, 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 конечно. И получается так, что живут-живут-живут вместе, а потом, когда случается так, что отношения рушатся, кто защитит женщин-то? Потому что большинство, все равно, еще раз говорю, смотрит на мужчин. Женщина оказывается не у дел, и она не ввязывается зачастую, а если ввязывается, то проигрывает. Во многих юридических фирмах эта практика либо вообще не существует по защите имущественных интересов женщин при разделах имущества, либо она существует по остаточному принципу. Может, она просто не так дифференцирована, то есть не разделяется между мужчиной и женщиной, просто и клиент есть клиент. Может быть так. Проблема вся в том, что вообще эта практика раздела имущества и семейных отношений во многих юридических фирмах не существует. У нас вообще нет юридической фирмы, практически ни одной, которая бы специализировалась именно на семейном праве. Ну вот, кроме нас, наверное. Но это с экономической, может быть, точки зрения невыгодно? Может быть, с экономической. Точно это сделаю. И очень приятно наблюдать, когда в суде такие специалисты и даже из серьезных юридических фирм приходят, и с учетом того, что они только прочитали эти три статьи, они тебе планомерно, целенаправленно проигрывают. Приятное ощущение. А они проигрывают почему? Они сопровождают бизнес, бизнес мужской, они серьезные корпоративные, может быть, юристы, они могут провести дью-дил огромный, они специалисты по налоговым спорам и так далее. И тут, ай, подумаешь, раздел. И они входят в этот раздел и теряются в этом, потому что это не совсем то. Здесь необходимы специальные навыки. С учетом того, что у нас есть и практика по защите бизнеса, мы ориентируемся и в тех моментах, в которых и они специалисты. Но еще одна специализированная практика, это именно защита женщин по имущественным правам при разделах. То есть мы помогаем снизить, наверное, все неприятные моменты или исключить даже для женщин при таких ситуациях. Ну, например. Например, зачастую вы прекрасно понимаете, что мужчина работает, зарабатывает, строит бизнес, может быть, транснациональный бизнес, что еще даже лучше. И женщина занимается домом, семьей, работой, может быть, работой именно в удовольствии для себя. Как-то она не задумывается, что происходит с мужчиной. Потом получается так, что отношения сходят на нет. И мужчина зачастую диктует условия. Он говорит, вот это тебе и вот это тебе. И зачастую женщины соглашаются. И я за это, если предложение достойное. Потому что, когда ты живешь там пять, десять, может быть, даже двадцать лет с этой женщиной, она тебе родная, потом расстаешься, выбросить ее на дорогу просто так, ни с чем, но это недостойно мужчины. Мужчины, нормальные мужчины, предлагают достойное содержание, чтобы она не чувствовала себя ущемленной после такого количества прожитых совместных лет. Но бывают ситуации, когда все происходит наоборот, и мужчина говорит, да я тебя додавлю, и ты у меня вообще ничего не получишь. Почему? Может быть, какие-то собственные комплексы срабатывают, может быть, какая-то потаенная злость. Я не знаю, мне трудно говорить в общем и целом, потому что каждый конкретный случай, он отличается от другого, потому что каждый человек — это личность и проблемы внутри него. Так вот, он выбрасывает женщину и говорит, ничего ты не получишь, что остается делать женщине. Она обращается, ну, может быть, там, куда-нибудь, находит адвоката. А что говорит закон-то по этому поводу? Закон-то говорит по этому поводу, все, что нажито в браке пополам. Вот она, одна статья, и говорит, что все пополам. И юрист, прочитав первый раз, говорит, о, все пополам, давайте поделим пополам. Он приходит, и даже если имущество известно, он заявляет, давайте пополам. Так. Нормальный же юрист, входя в процесс по разделу имущества или предполагая, он уже понимает, что будет делиться. И если ты защищаешь имущество, которое будет подлежать разделу, естественно, к разделу ты подготовишь все имущество таким образом, что никаких активов на балансе не будет. Все основные имущественные комплексы будут выведены из-под раздела. Что делать? Что делать? Что делать? Готовиться заранее. Если мы говорим о женщинах, то к разделу и к заходу в суд с иском у разделе необходимо готовиться заранее. Допустим, как у нас происходит? Обычно, если имущество разбросано, особенно по всей территории мира, его же необходимо как-то отыскать. У нас есть партнерские соглашения с рядом компанией, в том числе международной, одной из интересных компаний, которая специализируется только на отыскании имущества. Им все равно, где находится это имущество. Они найдут винодельческий завод в Хорватии, даже если он оформлен не на тебя. Они оконечного бенефициара найдут завода в Бразилии, даже если ты никогда к нему отношения не имел. Они отыщут это все. То есть сделают то, что даже государство сделать не может. Конечно, конечно. И предоставят адвокату, скажут вот так, вот так, вот так. И ты, когда уже заходишь в суд, ты заходишь в суд подготовленным и просишь наложить арест на то имущество, которое, как ты уже понимаешь, его. Либо хотя бы сделать запросы, чтобы получить официальную информацию. Ну, хорошо. Вот, например, офшор на Кипре. Ну, вы получите официальный ответ, что, да, какой-то некто господин Папандополус владеет данной компанией. Что дальше? Мы докопаемся до конечного бенефициара. Я вас уверяю. Вы так просто уверенно помажете головой. Ну, что же, хорошо, если действительно так. Вы сказали, что надо готовиться заранее. Каким образом? То есть что, уже в момент свадьбы готовиться к разводу? Как-то я услышал, будучи за границей, от одного семейного адвоката, он говорит, что каждая женщина хотя бы один раз достойна развода. Что-то в этом роде. Какая интересная точка зрения. Да. Не совсем уверен, что это действительно так, потому что хотелось бы, чтобы семьи жили счастливо и рожали детей, и развивались, и жили до конца своих дней, там, держать за ручку. Если же говорить о правовой точке зрения регулирования семейных отношений, то готовиться, может быть, не к разводу, а к цивилизованному существованию. И в случае возникновения непредвиденных ситуаций, к выходу из этих ситуаций на достойном цивилизованном уровне. Вот о чем говорят. Прежде всего, это брачные контракты, брачные договоры. Это распределение имущественных прав и обязанностей между супругами в момент приобретения того или иного имущественного комплекса, либо недвижимости. Оговаривание процессов, что, кому, когда отойдет, и их фиксирование соглашениями. Брачные договоры мы имеете в виду. Да, да. Конечно, если ты вступаешь в брак и сразу с первого момента думаешь о том, что скоро я буду разводиться, поэтому так, я нанимаю команду адвокатов, которые мне обеспечат розыск имущества, контроль постоянный за этим имуществом в течение всей семейной жизни. И вдруг чего, я прям сразу супругу, а вот извини, да, вот это, но это, конечно, тоже не жизнь, наверное. Хотелось бы, чтобы отношения были всегда честные, открытые, добрые, построенные все-таки на любви и уважении друг к другу, как говорит семейный кодекс. Я понял, да, действительно он такое говорит, но, как говорится, да, свежо предание. Послушайте, то есть, как бы, рекомендация уже, по сути, привлекает вас, как адвоката, с самого начала семейной жизни. До начала семейной жизни. А еще даже до начала семейной жизни. Потому что, вы знаете, у нас даже практика была какая. Вам не кажется, что это будет слегка шведская семья? А, когда с адвокатом живут? Ну да, вроде как еще. Мы же идем в цивилизованный мир, мы же все ближе к Европе, мы же себя Европой называем. У меня часто бывают случаи, когда... Так подождите, это да или нет было вот сейчас? Только юридическая жизнь, юридическая составляющая семейной жизни. Ну подождите, но все равно, да, то есть, как бы, вы же получаете доступ, к информации о имущественном комплексе, о денежных средствах, о том, что наживается. Да. Я понял. И тогда об этом мы поговорим в нашей следующей части передачи, а сейчас мы уходим на новости. Итак, мы продолжаем, у нас в гостях Александр Селютин, адвокат, управляющий партнер компании Селютин и партнеры. Наша программа посвящена такой интересной, как мы обсудили теме, женский адвокат, насколько это востребовано, что это вообще такое. Мы продолжаем наш разговор. И вот, Александр, сразу же, как бы, вопрос, на котором остановились перед уходом на новости. Ну хорошо, вы получаете, как бы, полный доступ к информации, что касается семьи. Вам не кажется, что это уже, как бы, может насторожить потенциального жениха или молодого мужа о том, что что-то тут как-то нездорово, а надо ли посвящать тем более юриста, тем более адвоката, то есть человек, который сведущий в законах, который может представлять определенную угрозу. Угрозу. Ну, если так воспринимать мир как угрозу, ты рождаешься вокруг угрозы. Нет, вокруг добрые люди, которые тебе всегда помогут, тем более адвокат. Адвокат же присягу дает, помогать людям. Адвокатская тайна существует, если серьезно, поэтому адвокат, получая всю информацию об отношениях, об имущественных комплексах своих клиентов, не разглашает ее, он оставляет всегда с собой, уносит в могилу. Гипотетически. Гипотетически, но и практически. Вы намекаете на последние события, которые тут произошли с одним из адвокатов, да? Это бывает, наверное, и то там вроде вина его была не доказана, отрицает. На самом деле, каждый сам делает свое имя, и если ты хочешь сделать имя порядочного, честного адвоката, который качественно исполняет свои обязанности, ты будешь следовать этим принципам. Если нет, ну это все в твоих руках. А если подходить с точки зрения доверять или не доверять адвокату вообще в принципе, как третьему лицу... Да нет, дело-то как раз-то идет в том, что доверять или не доверять столь интимные вопросы, касаемые благосостояния, благополучия семьи. Хорошо. Давайте тогда, может быть, с другой точки зрения посмотрим на этот вопрос. Когда мы собираемся, планируем рождение ребенка, мы же идем все равно к доктору. И мы отправляем женщину к доктору, чтобы доктор ее посмотрел и сказал, все нормально, он уж настолько интимный доктор. Адвокат по интимности, наверное, то же самое. Поэтому просто нужно понимать, что если ты хочешь, чтобы у тебя все было здорово, здоровый ребенок, здоровая семья, здоровые финансовые отношения имущественные, то ты должен доверять специалистам, доктору, адвокату, психотерапевту, кому еще. Нет, я-то вас как раз понимаю как коллега, просто мне необходимо тоже разжевать. Это наши радиослушатели точно так же. То есть для них само понятие женский адвокат. То, что я вам говорил перед эфиром, что это такое, что мужской адвокат уже не котируется, как-то уже пошло вот такое разделение. То есть здесь необходимо, вот вы говорите, да, то есть вы с самого начала сопровождаете исключительно женщин. По разделам. У нас еще есть практика защиты бизнеса. Там, конечно, и мужчины присутствуют, да, безусловно, потому что здесь мы защищаем именно бизнес безотносительно персоналям от государства. А с учетом повальности каких-то противоправных действий против бизнеса, приходится, конечно, тут мы не выбираем. А что касается имущественных разделов, связанных с семейными правоотношениями, то скорее это женщины, конечно. Я так понимаю, что конфликт интересов вы все равно учитываете? Конечно, безусловно. Да, да, да. Мы юридическая фирма, которая строит взаимоотношения с клиентами в соответствии с протоколами международными, поэтому, конечно, мы учитываем. Конфликт интересов мы избегаем. То есть, если вдруг вы обслуживаете мужа в качестве бизнес-адвокатов, юристов, то, соответственно, при его разводе вы обслуживаете его же, но жену уже не обслуживаете. Да, если вытекает правоотношение отсюда, то да, получается. Если женщина приходит первый раз вот именно с этим, то гарантия того, что мы не возьмем ее мужа существует. Вот поэтому приходит женщина. Потому что они знают, что эта практика нацелена именно на них и на защиту их интересов. И мы пропагандируем-то в этой практике именно защиту женских интересов. Это гарантия того, что мы не возьмем супруга. Хотя предложения такие поступают просто с учетом того, что качество выполняемой работы, наверное, выше среднего. Я уж не буду говорить о высоком. И мужчины просто приходят, просят не брать дело супруги. Вот здесь мы отказываем мужчинам. Извините. Ну нет, это понятно, да, что их право попросить, да, ваше право отказать им, да. Вопрос. Вот еще как бы по поводу самого начала. Я так понимаю, что и брачными договорами вы тоже занимаетесь. Да, конечно. Это, безусловно, один из моментов, один из небольших, наверное, моментов, составляющих этой практики, да. Слушайте, тогда, может быть, тоже будет это интересно и нашим радиослушателям. Ну вот какова практика-то брачного договора в Российской Федерации, вот в российском праве? Вы так развели руками. Крик, крик души, да. Ну я не мог не пройти мимо этого вопроса. Да, но эта тема достаточно сильно обсуждаемая, много обсуждаемая. Я бы и круче сказал, это оно вот везде повсеместно и всегда, и обыденное. Да, мы не привыкли. Мы не привыкли. Хотя вот я сейчас был на юридическом профессиональном форуме в Питере, и когда мы обсуждали один из моментов защиты активов среди наших клиентов и затронули соглашение брачное и попросили поднять руки, а у кого же заключен брачный договор, у самих, у юристов. Получается, что подняли руки всего двое, и то потому, что они практикуют за рубежом. В Европе, где просто эта практика такая уже повсеместная. У нас, конечно, мы далеки. Если говорить еще о Москве, то может быть. А с чем это связано? Я думаю, что это связано прежде всего с состоянием вообще юридической культуры или культуры потребления юридических услуг в нашей стране. У нас вообще юридический бизнес как таковой, ну можно говорить, что существует лет 20 в России. Это юристы существуют лет 20, да, вот по-хорошему, юридический бизнес. А люди к ним вообще привыкают вот последние-последние несколько лет, и многие просто даже не знают, не представляют, как можно себя защитить. Вот поэтому, кстати, если говорить о практике по защите женщин, мы практикуем семинары в женских клубах, я лекции читаю, в журналах женских мы рассказываем это. Не могу пройти мимо, как жена относится? А жена мне доверяет. Мы поняли друг друга. Правильно. Знаете, как у Хазанова, да? Твой-то тебе изменяет? Нет. Говорит, не изменяет. И ты ему веришь? Ну что же, я дура, что ли? Конечно, верю. Да, да, все правильно. Зачем копать? Нужна цель какая-то для того, чтобы копать, правильно? Смотрите, возвращаясь к брачному договору. Ну, понятно, да, что потребление юридических услуг. Ну нет, я бы тут не согласился. Может, просто люди не знают, что такое брачный договор? Что, может, какие-то есть другие предпосылки? Как вы думаете? Проблема, знаете, в чем? Проблема существует в нашей стране с сознанием, которое в нас в каждом человеке, в советском, постсоветском находится. Мы все равны, мы все люди братья. Сейчас, может быть, не совсем братья, но все остальное нам еще не привили. И считается так, что, а давай заключим брачный договор. О, а ты что, меня не любишь? Ты собираешься со мной расставаться? Да, вот бывает такой аргумент. Вот здесь, наоборот, я не собираюсь с тобой расставаться, поэтому давай заключим его. Ведь, ну, все равно все общее. Просто давай пропишем на всякий случай. А что прописывается в брачном договоре? В брачном договоре прописывается многое. Ну, прежде всего, это финансовые взаимоотношения. Что кому когда приобретается, если приобретается, то в чью собственность переходит при расставании или не при расставании, кто кого содержит. Можно даже прописать и ряд вопросов, связанных с воспитанием детей и так далее. Вот такие моменты. Основные, с которыми сталкиваются, когда отношения постепенно начинают затухать, рушиться и так далее. Вот ваши клиенты по вашей практике часто обращаются за брачным договором? Я бы хотел сказать, что да. Всегда и очень часто. К сожалению, получается так, что мы выходим на заключение соглашения о разделе имущества. Брачный договор — это когда еще все хорошо, а соглашение — это когда уже вроде как не очень. Фактически мы выходим на то же самое, только в тот момент, когда уже начинает все затухать. Только с большими потерями, потому что это многочисленные переговоры, многочисленные убеждения. Потом служба психологической поддержки где-то мы тоже используем. Зачастую клиенты находятся в таком состоянии, когда они уже просто адвокату не доверяют. Не то что не доверяют, блокируется сознание к восприятию той информации, которую доводит адвокат, даже если она правильная, даже если она соответствует закону. И может быть даже интересом другого, но просто другой уже начинает... Да, эмоциональный всплеск, и, соответственно, человек уже все, кругом одни враги. Такое бывает. Ну, возвращаясь, да, вот как бы соглашение брачного договора. В брачном договоре можно предусмотреть от разграничения ответственности, например, потому что, я так понимаю, ну, то есть когда отпуск, золото, бриллианты... Знаете, есть такая великолепная фраза, да, что золото проверяется огнем, женщина проверяется золотом, а мужчина проверяется женщиной. То есть когда все хорошо, понятно, там, гулянки, поездки, отдыхи, как и сказали, да, муж в этот момент строит бизнес. Ну и вот наступает момент, когда надо нести солидарную ответственность. Это тоже в брачном договоре можно предусмотреть? А солидарную ответственность вы имеете в виду по каким-то долгам, которые существуют? Ну, разумеется, да. Но у нас, с одной стороны, семейный кодекс вообще-то четко говорит о том, что долги супругов, они либо общие, либо того супруга, который сделал эти долги не в интересах семьи. Ну, формулировка какая интересная, не в интересах семьи. По практике, как доказывается то, что не в интересах или в интересах? Это, да, это тоже притча во языцах во многих судебных разбирательствах, потому что это основной способ увода семейных активов или финансов, финансов это не активы, вот, финансов через вот такие вот траты, обоснованные или необоснованные, доказывание обоснованности в интересах семьи и не в интересах семьи. Это, конечно, нужно входить в процесс и оценивать в каждом конкретном случае, что было в интересах семьи, что нет, и выстраивание вот этой долгой позиции с обоснованием, чтобы именно суду предстала картина, что, конечно же, в интересах. Ну, или не в интересах, несмотря кого ты представляешь. Я понял вас. Интересно, но мы продолжим сразу же после новостей. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Селютин, управляющий партнер компании «Селютин и партнеры». Мы продолжаем нашу программу «Формула права». У нас в гостях Александр Селютин, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры». Я исправился. Александр сделал мне замечание, что неправильно говорить «компания», потому что, ну, складывается такое впечатление, даже какая-то «компания». Ох уж эта компания. Нет, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры». Мы разговариваем о том, что такое женский адвокат, почему именно женский, почему женщины нуждаются в, скажем так, в таком повышенном внимании, в отдельном, что ли, обслуживании со стороны адвоката. Честно хочу сказать, Александру это я говорил и до начала эфира, и сейчас тоже в предыдущей части, что, ну, не совсем я согласен, что стоит так подразделять людей, потому что, ну, женщины, мужчины, понятно, что мы все разные. Единственное, что гражданин есть гражданин. Права гражданина, они незыблемы, и их стоит защищать. У Александра другое мнение, которое он достаточно уверенно защищает. Мы остановились на брачном договоре, разделении ответственности. Почему уделяю большое внимание брачному договору? Потому что тут я полностью с вами согласен, Александр, что, конечно, очень не распространено у нас, хотя данный договор мог бы помочь избежать определенных сложностей, с которыми сталкиваются, ну, потом уже юристы в бракоразводных процессах при делении имущества, при разделе, ну, так, конечно, нельзя говорить, но фактически это получается так, что разделе детей, и кто их у кого будет, кто кем будет заниматься, кто будет воспитывать, кто будет платить элементы, будут ли платиться элементы. Ну, вот из вашей практики, как часто все-таки вы относитесь именно уже к судебным решениям, а не договариваетесь еще на предсудебном разбирательстве? То есть, насколько велика вероятность урегулировать данный вопрос, не обращаясь в суд? Я понимаю, что все зависит от сторон. Да, все очень относительно, и тут зависит, на какой стадии, на каком этапе ты включаешься в процесс, потому что, зачастую, если к тебе обращаются на самом начальном этапе, когда вот-вот только начинается, с учетом того, что есть навыки медиации, с учетом того, что есть навыки ведения переговоров, можно, пусть за длительный переговорный период, но достигнуть какого-то компромисса и соглашения. Вот. И зачастую бывает так, что стороны обижены очень друг до друга, и не удается даже, прибегая к помощи психологов, достигнуть какого-то компромисса, тогда ты выходишь на процесс. На процесс тоже можно выйти по-разному, подготовившись, не подготовившись. Поэтому мы-то и к переговорному процессу уже готовимся, не говоря уже о самом процессе. В процессе зачастую, конечно, все равно приходится договариваться, потому что разделить швейцарский флот по одной-второй и потом пытаться его продавать, одну-вторую, какие-то акции горнодобывающего... Швейцарский флот, вы, наверное, имеете в виду воздушный, да? Нет. Или морской. Или одну ту галеру, которую можно разместить в Буганском озере. Поэтому я так вот. Я понял, да. Либо там какой-то бразильский горноперерабатывающий завод. Но это несерьезно. Даже женщина, которая понимает что-то в бизнесе, она все равно это будет делегировать кому-то на управление, а кому-то это все-таки адвокату. Адвокат будет искать тех людей, которые в той стране, в той юрисдикции имеют право это делать и будет их контролировать. Это процесс очень длительный. Конечно, зачастую лучше здесь, вот сейчас решить на уровне отступного, либо нет. Если не получается даже договориться, и все-таки происходит раздел, лучше, конечно, чтобы он... Раздел происходил не по одной-второй, а выделялись конкретные объекты каждому. И даже если женщине попадает объект, которым она никогда не управляла, вот здесь вот еще одна основная наша фишка, что у нас есть партнеры, которые управляют этим имуществом, которые структурируют его в зависимости от ваших интересов, где вы хотите в дальнейшем проживать, в какой стране, какой вид прибыли вы хотите получать, имеется в виду от чего, от каких активов. И мы можем построить процесс управления этим имуществом в зависимости от интересов. При этом у нас просто нет необходимости падать при переговорах на то, что... и соглашаться на то, что нам дадут. Потому что мы знаем, даже если нам отдадут заводы, мы сможем ими управлять. Вот. Нет, смотрите, я абсолютно без какого-либо сарказма, то есть понятно, да, что извлечение прибыли все-таки происходит, потому что вы не благотворительный фонд. Мне понятно, что, ну, по-любому, да, кто у кого там... На чьем-то горе обязательно кто-то получает прибыль. Может быть, вот и с этим связано то, что люди в бракоразводном процессе неохотно идут к адвокатам. Ранее в программе мы сказали, что, как бы, ну, неохотно идут, там, даже иногда с психологами пытаешься объяснить, что адвокат говорит то, что надо. Как вы, ну, вот по вашей практике, как вы боретесь? Потому что, конечно, надо же соблюдать холоднокровие, надо иметь холодную голову. Может быть, те советы, которые вы даете, они действительно юридически-то правильные по жизни, правильные финансово, правильные. Но вот находится женщина в таком состоянии, как же это была моя любовь всей моей жизни. Да все правильно вы говорите. Вы же представляете, да, пирамиду Маслова? И тут речь-то идет не о разделе имущества, не о разделе, там, следующий этап, не о разделе, там, тех друзей и взаимоотношений. Тут вообще кто я, да? Тут самые высшие ценности затрагиваются. Поэтому вот об остальном ты пытаешься, как адвокат, да, решить вот эти проблемы. А самая проблема-то большая, она находится гораздо выше на уровне личностного своеобразия. И тут вот эту проблему надо сейчас решать. И поэтому мы психологов привлекаем. Психолог решает эту проблему. Он пытается вырулить ситуацию в нормальную, да, и вложить уже другое некоторое позиционирование или поменять взгляд на жизнь. А уже потом работа спускается на те нижние слои, когда мы решаем вопрос с имуществом и финансовыми проблемами, да. Интересно, очень интересно. Александр, тогда еще один вопрос. Хорошо, вот мы сейчас говорим про, как вы интересно выразили, швейцарский флот, про горно-водолазные дивизии, да, которые делятся между бывшими супругами или еще сейчас с супругами. Хорошо. Ну вот поделили. Вот порекомендовали вы там управляющего. С ними там все понятно. То есть они разберутся. Я понимаю, что богатые тоже плачут, плачут, а у вас определенный сегмент клиентуры или же вы беретесь помогать и в других случаях? Ну, то есть я имею в виду в менее оплачиваемых или в менее интересных по, ну, как бы вам сказать, ну, по прибыльности, что ли? Я бы не сказал, что мы прям захлопываем двери тем, покажи состояние счета своего или своего супруга. Нет такого захлопываем двери. Нет, конечно. Просто другое дело, что с делами, где разделу подлежит небольшое имущество, могут справиться и начинающие адвокаты, и те, которые, возможно, не специализируются на этих вещах. Просто нецелесообразно использовать высококвалифицированного адвоката, который имеет огромный опыт в этой области, который имеет в том числе еще и большой инструментарий для решения тех или иных проблем, для того, чтобы поделить однушку, двушку или машину. Ну да, то есть там получается, что затраты на адвоката будут намного выше, чем все делимое имущество. Можно интимный вопрос тогда? Про брачный договор у меня? Дорого. Нет, это заключительная часть. Я хотел задать вам этот вопрос. Но дорого вообще стоят ваши услуги? Ну, меня не интересуют конкретные цифры. Оплата идет какая? Почасовая, процент от имущества отсуженного. Ну, то есть вот к самому просто природу... Сам принцип ценообразования. Принцип ценообразования, он складывается на основе мирового опыта. А мировой опыт, он какой? И в США, и в Британии, и во многих европейских странах, конечно, почасовая оплата. Вот именно из этого... Ну, в Штатах, например, наоборот. То есть они как раз чаще всего говорят, хорошо, мы беремся отсудиться, но это наши инвестиционные вложения, и мы за это хотим, например. Не совсем так. В Штатах очень часто бывало, много партнеров в Соединенных Штатах. И могу сказать, что существует и то, о чем вы говорите, если не платежеспособный клиент, и фирма кредитуется под этот процесс в банке. Она берет в банке кредит, она работает по этому делу, надеясь, что они потом success fee вот этот вот возьмут по окончании процесса, гонорар успеха, они его получат, и он перекроет и кредит, и проценты по кредиту, и они еще заработают. Да, действительно, такое существует. И в этом плане, конечно, если говорить о разделе имущества, когда мы представляем вот именно женщину, то вот здесь процент закладывается на победу. когда мы что-то отвоевываем, а зачастую это война, действительно, потому что раздел имущества, чтобы вы представляли, это не просто один процесс по разделу имущества в суде общей юрисдикции. Средний раздел имущества, вот такой хороший, он длится где-то года три, может быть, 20-30 арбитражей, может быть, до десятка уголовных дел, и несколько... Арбитражей вы сказали? Конечно, конечно. Арбитражных судов, да, дел в арбитражных судах по оспариванию решений, перехода акций и так далее, и тому подобное. Отчуждение каких-то имущественных комплексов целых, переход незаконных прав, подделывание, рейдерские захваты в рамках этого процесса при разделе имущества. Плюс отсюда вытекают уголовные дела различные. Зачастую применяются способы где-то той стороной не совсем законные, когда возбуждаются уголовные дела, надуманные для того, чтобы изъять документы с предприятия по результатам обыска и выемки и так далее. То есть процесс раздела имущества, он сопровождается таким около 50, наверное, дел различной категории. Когда ты входишь в процесс серьезный, то достаточное количество сотрудников садится на этот процесс и занимается фактически только им. А если еще плюс отыскание имущества, плюс блокирование и обеспечение возможности перехода, то работа очень большая. Слушайте, но если, блин, почасовая, то тогда это можно так и обанкротиться. Нет? Не считаете? Да нет. Но всегда же можно заключать договор, это же переговорный процесс, ты можешь поработать на почасовой оплате, посмотреть, сколько это выходит и планку ограничения распространен во всем мире всегда делать. Да, почасовая оплата, но не более, да, стальки-то. Потом процент от имущества, но не более такой-то суммы, но и не менее такой-то. То есть это всегда обговаривается в каждом конкретном случае. Я понял вас. Сейчас мы прервемся на новости, а в последней части нашей программы мы как раз с Александром Селютиным, управляющим партнером юридической фирмы Селютин и партнеры, обсудим, что же конкретно, как можно уже заранее подготовиться к бракоразводному процессу или обезопасить себя по поводу возможных там притязаний или наоборот ущемлений. Мы продолжаем программу «Формула права». У нас в студии Александр Селютин, управляющий партнер юридической фирмы Селютин и партнеры. Александр, вы сказали, что необходимо, ну, в начале нашей передачи, Диночка, вырежете потом эту передачу. Извините. Александр, вы сказали в начале нашей программы о том, что у нас готовится заранее. Может быть, есть какие-то конкретные рекомендации, что необходимо сделать, как подготовиться, как, может быть, побороть вот это стеснение, чтобы обращались к адвокату по такому вопросу. Потому что, конечно, то, что было озвучено и вами, то, что я знаю, что некоторые люди, они просто боятся, ну, разговаривают, что ли, о такой интимной вещи, как семья, с чужим пока еще человеком. Я бы вообще сказал, что тут даже два момента существуют проблемных. Первый — это решиться на то, чтобы поговорить с адвокатом и довериться ему, когда ты никогда с ним не общался. И второй момент — это все-таки перебороть вот тот страх, когда ты выходишь на тропу войны с тем человеком, которым ты прожил определенное время, если еще этот человек психологически намного сильнее тебя. А зачастую получается так, либо женщина сильнее, и мужчина не такой сильный психологически имеется в виду, либо наоборот, мужчина. И зачастую, когда бизнес строят сильные мужчины, да, наверное, так. И поэтому женщины зачастую более слабые в этих отношениях, и они боятся вот переступить вот эту черту. С одной стороны, себя жалко, и нужно как-то защитить. С другой стороны, страшно. И здесь вот основная задача, конечно, донести, успокоить, что вам ничего не грозит. Мы вступаем, мы защитники. Вот как раз наема здесь защитники. Нет, нет, но тут разговор, ну, как бы, да, вопрос-то я больше задавал именно вот в самом начале. В самом начале когда? Вот уже случилось? Нет, вот зачем ждать, когда что-то случилось, когда можно, как бы, предвидев это, позаботиться об этом заранее. Вот я как раз и говорю о брачном договоре, об обращении к вам еще, как бы, то, что вот вы, как бы, сами сказали, что необходимо заранее, заранее, заранее. Заранее, 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 да, договор. Мы делаем... Лучше всего, я понимаю, пригласить вас уже сразу на свадьбу. Не, 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 не до этого. Я вот хотел сказать перед этим, умные женщины, которые, знаете, как вот к браку относятся как к делу всей своей жизни, они приходят к адвокату, не, когда свадьба состоялась. Задолго до свадьбы. Просто у меня были моменты, когда женщины планировали выйти замуж за очень богатых и высокопоставленных людей, в том числе и из Европы, и они в течение года готовятся к браку. Да, выяснялось финансовое положение его, наше, составлялся брачный договор, вот, и обсуждались, мы не раз встречались с их адвокатами и так далее. Извините, что так поиздеваетесь, пока не получили охотничий билет, да, пока с вашей помощи получили лицензию на отстрел. И, вы знаете, я понимаю, о чем, но мне приятно было смотреть вот данным конкретным случаем, когда люди приходят за ручку, они мило улыбаются, общаются, и это не мешает им обсуждать вот эти вот деловые проблемы. Ну, даже не проблемы, они еще не проблемы, и при таких обстоятельствах и не будут проблемами, потому что все обговаривается здесь и сейчас, да, в здравом уме, трезвой памяти. Люди говорят, пока вот они еще любят и хорошо относятся друг к другу, они обсуждают свои финансовые взаимоотношения. Потом, если вдруг что-то произойдет, ну, просто, а что, бумага была, когда мы были нормальными, а сейчас, ну, чего уже говорить. Да, можно, конечно, пробовать признать брачный договор недействительным, такая практика есть, но все-таки. Там же есть определенные основания. Конечно, если ты вступаешь в брак, и тебе на сразу брачный договор, где вообще ничего, и ты что-то там подписываешь, и потом, а как же, я же вот, ну... В любом случае, конечно, нужно консультироваться с адвокатом. Подождите, подождите, вот тут было интересно. Ну, и вот так, с самого начала брачный договор, на тебе, в самом начале брачной жизни... Эк вы прям вот самое-самое цепляете, да? В самом начале брачной жизни подписывается договор, где тебе ничего, мне все остальное. Так. Это справедливо? Ну, как же, да, сейчас давайте я побуду дьяволом, но как же, ну, подписал, значит, подписал. Подписал, значит, подписал. Вот, поэтому здесь остановится вопрос... И подождите, ну, справедливо или несправедливо? Нет, ну, смотря, как было все на самом деле, вы жили-жили вместе, там, что-то наживали-наживали-наживали-наживали, потом, оп, ты подписываешь брачный договор, где все ему, а тебе ничего. Это справедливо? Конечно, нет. А потом, для адвоката справедливость, это что такое? В зависимости от того, кого ты представляешь. Совершенно верно, да, я хотел то же самое. И правда, да, она бывает у каждого своя. Я занимался как-то проблемами объективной истины в гражданских правоотношениях и посвятил много, большое количество времени этому вопросу. И где она, объективная истина, она вообще существует? Александр, да, это такая тема, знаете, на ней можно сойти с ума. А, да, у суда есть объективная истина, он ее пытается достичь или нет? Или это вот некая такая правда, о чем мы договорились считать правду? Наверное, то есть как бы, да, мировая наука пошла именно по пути правды, да, то есть все ищут правду и все за нее борются. А вот истина, истина, это у Бога. А у каждого правда-то своя. И мы приходим к выводу, ну, давайте вот это сейчас будем считать правдой. Ну, окей, вот договорились. Да, именно так это выглядит. Поэтому и здесь так же. Я понял. То есть, как рекомендация, то есть заранее уже просчитывать негативные последствия, заранее готовиться к самому худшему, да? Заранее готовиться к самому лучшему, поэтому заключать брачный договор. Вот так вот вы сформулируете, хорошо, к самому лучшему. Если вы считаете, что развод это самое лучшее. Да нет же, к хорошей жизни, а в случае, если что-то случится, то к хорошему расставанию. Вот о чем хорошем речь идет. А погружаться, конечно, в такой драйв, когда ты не можешь спать год-два, потому что разводы длительные, психологически тяжелые. Еще не дай бог, конечно, детей. Да, и за два года прям превратиться уже в недочеловека, потому что он просто морально истрепан за эти. Но если так, если это лучше для кого-то, то, конечно, можно и не заключать брачный договор, и ориентироваться на себя. И уже ждать, пока будут заключаться соглашения о разделе имущества. Да, да, да. И тут уже кто кого в этом вопросе. Ну, у вас были правы, вот ваши клиенты часто практикуют брачный договор именно? Нет, все равно не часто. Все равно не часто. Да, я хотел сказать, что мы пропагандируем это, и я же говорил, я где-то и читаю, и разговариваю. Даже врачи пропагандируют здоровый образ жизни, но никто их никогда не слушает, и все равно все курят. Ну, вот мы точно так же, как врачи в какой-то степени. Интересно, интересно. Ну, то есть, как бы, да, для себя вот вы решили акцентировать именно на женский адвокат, да? То есть защищать вот... В этом вопросе да. Я поясню почему. Здесь у нас две основных практики. Защита бизнеса. Когда у тебя есть азарт защитить бизнес и предпринимателя от правоохранительных органов, и тебя это греет. И второе... Просто у нас судебная фирма, и это такой юридический спецназ. И здесь, с другой стороны, когда к тебе приходит человек и говорит, что все, у меня ничего не получится, у меня ничего не будет, жизнь рухнула, и ты вступаешь в бой, ты отвоевываешь, и ты зарабатываешь, и ты видишь этот результат для человека, и человек возрождается и живет новой жизнью, и ты получаешь такое удовлетворение. И именно вот... Вот тут извините, не могу не вставить. Удовлетворение от того, что вы вошли в бизнес супруга. Ну, вы сами об этом говорили, что... Я вошел в супруга бизнес. То есть от чего удовлетворить-то? От того, что помогли или... Результат. Ведь когда ты представляешь супруга, основная задача такая... Зачастую бывает. Я не говорю, что всегда, но зачастую это такое... И бизнесмен не понимает, вообще адвокаты здесь зачем. То есть у меня есть... Ну, если бизнесмен не понял, для чего здесь адвокат, то тогда... У меня есть все. Действительно, надо бизнес отдавать. Адвокат просит деньги за работу. По результатам процесса половина уходит, и адвокат еще просит за это деньги. Я не понял. У меня было все, половину я отдал, и еще должен опять адвокату заплатить. Вот она ситуация. И работа адвоката какая? Ты вот здесь вот что-то пытаешься... С другой стороны, другое. Там мотивация другая. Представьте, ничего. И потом благодаря тебе все. Как греет. Мотивация к... Не, ну, понятно. Ваша мотивация-то мне как раз понятна. Я... Ну, нет, с интересом. Просто как бы до передачи, когда конфронтировали вот именно с названием «Женский адвокат», мне немножко было непонятно, в чем сама изюминка. Теперь это стало понятно. Мне понятен, как бы, да, и сама задумка про движение. Опять же, как юристу, мне тоже очень понятно, почему именно данная сторона, ну, самого бракоразводного процесса защищается. Ну, позвольте уж тут тоже немножко пройтись по нимбу, который вы на себя одели. Ну, не совсем. Это так не выглядите. Вы как представитель Красного Креста и полумесяца того же цвета. То есть, соответственно, все-таки бизнес-задумка идет. Как вы определили? По каким критериям, да, что... Смотрите, то есть, защищая якобы слабую сторону, которая достаточно хорошо защищена с точки зрения закона, судебная практика говорит тоже об этом, что женщины, на самом деле, чаще всего присуждаются. В 90-х случаях, то есть, ну, действительно, если там не какие-то прям страшные, там, алкоголизм или еще что-то, дети остаются с матерью. То есть, надо реально и ситриться, чтобы отец доказал, что детям будет с ним лучше. Ну, то есть, презюмируется со стороны суд. Хотя вот здесь сейчас не соглашусь. Только вот недавно была ситуация, где отец забрал детей, и все, и мать уже 4 месяца с ними не видится, ничего сделать не может. Я думаю, что судебное заседание, судебное разбирательство здесь точно не поможет, потому что оно будет длиться год-полтора-два. За это время дети ее уже забудут, они маленькие, и экспертиза скажет, что нет, конечно, лучше с отцом оставить. Ну, не соглашусь, здесь с вами не соглашусь. Ну, хорошо, я понимаю, что статистика – это превосходная степень, это лжи, да, но все равно в большинстве случаев суд остается на сторону женщины. У нас так принято считать, да. Я могу сказать, что судебная практика говорит именно об этом. Мы не берем конкретный случай, когда, ну, вы понимаете, да, там, назовем это так, ласково и нежно, оказывалось давление на правосудие, вот. Мы вот эти случаи не берем. А в стандартном варианте я могу сказать, что… Я бы сказал, было бы желание. Вот. Ну, извините, да. Если сильно захотеть, можно в космос улететь. Это мы все прекрасно понимаем. Ну что же, подводя итоги нашей беседы с Александром Селютиным, управляющим партнером юридической фирмы «Селютина» и партнеры о том, что же такое женский адвокат и в чем заключается соль. Позиция, конечно, очень-очень интересная. Очень интересно, ну, то есть, как она вообще преподносится. Вещь очень… ну, не вещь, извините, что так это… Дело очень нужное, потому что, к сожалению, многие наши граждане, не важно состоятельные, несостоятельные, но не до конца понимают, что же такое там брачный договор, что такое забота о семье еще заранее, юридические аспекты семьи, потому что говорят, что семья – это ячейка общества, да. Но как строить эту ячейку, тоже немножко не понимают. Ну, надеюсь, что все-таки придем мы к этому европейскому опыту. Может быть, даже нас слегка именует еще и американский опыт, потому что, конечно, там вообще все с плеча рубится. Да, там очень интересно, да. Там очень жестко. Ну, посмотрим. Не знаю, к чему это все приведет. Наши правовые реформы, которые проводятся постоянно. Александр, огромнейшее спасибо, что пришли. Спасибо большое сейчас за интересную беседу. Ну, а сейчас мы переходим на новости. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам. И до следующей недели. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok